Скажите, пожалуйста, о состоянии Андрея Владимировича Чибиса. Состояние тяжелое, оно в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что он в реанимации. Поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации. Все остальные комментарии позже. Вот это говорит врач о губернаторе Мурманской области Андрея Чибису, Единоросу. Он на встрече с избирателями, жителями Апатита разговаривал. И когда выходил где-то, ему всунули нож в живот. Человек, который это сделал, говорит, что он слышал какие-то голоса в голове. Геннадий, вот вам не кажется, что как-то очень подозрительно это выглядит после Крокуса? Вот это теперь нападение на Единороса. Как-то все в хаосе. Можем мы как-то это оценивать, как это проговаривать? Ну, я вообще хочу сказать, что страна сходит с ума. То есть я ничуть не удивлен, что число людей, которых психика абсолютно... Она, видимо, была несбалансирована, а сейчас она пришла в полный раздрай, в полный дисбаланс. Она, эта психика, будет толкать людей на всякие безумные поступки. И, к сожалению, страна становится очень опасной для самих жителей. То есть огромный уровень преступности, отмороженные, СВОшники так называемые, по сути дела, так сказать, люди, одержимые жаждой крови, убийства. Вообще, на самом деле, страна очень опасная сейчас. И люди там, находясь, рискуют даже не по каким-то политическим причинам, что само собой, разумеется, а рискуют по причине нахождения в стране с чудовищной степенью риска. Вот, конечно, тут крыша поехала у человека, конечно, тут что-то он сделал, губернаторы, конечно, охраняются, но они охраняются, так сказать, не так уж тщательно, как это делает, например, охрана первых лиц страны. Поэтому такое возможно. Ну, что, это уровень общего состояния психики России. Страна сошла с ума. Вот диагноз вам. Ну, Геннадий, я так понимаю, что можем, да, после нескольких часов услышать, что здесь есть украинский след, как всегда. Министр обороны Ле Корню Франции разговаривал с министром обороны Шойгу впервые за полтора года. Вот, Геннадий, как вы считаете, зачем был этот разговор? Потому что после этого звонка Минобороны России начали говорить, что они проговаривали якобы вопросы Украины, переговоры. Потом даже Макрон, президент Франции, сказал, что не ожидал такого, да, министра обороны, потому что даже Шойгу сказал, что, может быть, и спецслужбы Франции участвовали в спецоперации с спецслужбами Украины в теракте в Крокусе. Ну, я думаю, что это выдает в конечном итоге истерику и страх в Кремле. То, что Шойгу сам позвонил министр обороны Франции, это только потому, что у них есть данные, те данные есть и у меня, о том, что французская страна настроена достаточно решительно, что это не блеф, что это не какой-то там, не какой-то пиар, а французы всерьез рассматривают взятие на себя лидерства помощи Украине в Европе. И Россия делает все, чтобы запугать Францию, чтобы посеять сомнения, чтобы посеять проблемы, обострить проблемы во Франции. И Шойгу, я думаю, звонил не просто так, а потому, что у них есть реальный страх перед тем, что если страх Франции действительно начнет жестко помогать Украине в противодействии России и введет какие-то войска. Я вам могу сказать больше, что войска в целом, тот контингент, который, конечно, не будет там на линии соприкосновения, как мы говорим, но может быть введен в Украину, он готов. Вот этот контингент готов. Морально, технически, организационно и так далее. И это серьезные люди, серьезные профессионалы, серьезные военные, которые способны оказывать реальную абсолютно помощь и быть некими гарантами, то, что война не дойдет со стороны Путина слишком далеко. Давайте так, я буду мягкие формулировки выходить. Но вот это, я думаю, что как раз и выдают, на самом деле, что Кремль боится. Несмотря на все вот это бравады, на все это ядерный шантаж, на заявление там вышедшего из очередного забоя Медведева, на злобу и, так сказать, абсолютное оскорбление, площадные брани со стороны Славьева в адрес французов, они все равно боятся. Это выдает их истерику. Это выдает истерику, что если война вдруг получит новое качество, к которому они не готовы. Правильно ли я понимаю, Геннадий, что вы точно знаете, что какой-то контингент уже готов, и мы понимаем точно, что это люди, которые не будут воевать против оккупационной армии Кремля. Они будут помогать в тылу, я так понимаю, да? Ну, давайте так, я вам могу сказать, когда у меня там были беседы, я задаю вопрос, вы готовы к войну? Они говорят, ну, чего ты к нам пристаешь? Ты же понимаешь, что вопрос этот политический. Мы военные, нам дадут команду, нам дадут приказ, мы выдвинемся. Я говорю, да я не про это, я понимаю, что все политики, что это решение политическое и прочее, прочее. Вы мне скажите, вы-то готовы? И они говорят, мы готовы. То есть мы подготовлены к этому действию, но вопрос за политиками. То есть, как бы, так сказать, команда подготовить контингент к возможному, подчеркиваю, входу на территорию Украины, ну, предположим, ближе к границам Польши, такая подготовка французского контингента произведена. Вот это вот мы можем с вами, наверное, говорить в эфир. Вот, то есть Франция готова, будет, не будет, это другой вопрос, но вот с точки зрения технической, организационной, военной, моральной, психологической, они готовы. Вот это мы должны с вами знать. И, конечно, это люди, которые умеют воевать и знают, как эту науку преподавать своим партнерам. Поэтому я думаю, что вот звонок, он был не просто так. Вот еще раз объясняю, как это выглядит на сегодняшний день, на мой взгляд, подчеркиваю. Я, конечно, не беседовал там с президентом Франции и не знаю там о политических планах и решениях ближайших, но то, что политически и организационно, и военном отношении Франция готова к этому действию, это не оставляет никаких сомнений. Геннадий, правильно ли я понимаю, если вот Франция говорит, что они готовы, то и другие страны потом не будут молчать? Потому что такие вопросы, как вы уже и сказали, это только политическое решение. Вот только политическая воля. Так же, как и с Таурусами, да, с Келпами и Storm Shadow ракетами. Игорь, я вам больше скажу, что это вопрос смещения фокуса. Вот, знаете, как бы прорыв какой-то определенный, потому что до этого НАТО говорил, нет, 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 ни в коем случае, даже не думайте, вообще, так сказать, мы никак, и прочее, прочее. И тут вдруг заговорили о том, что нет. А вы знаете, с учетом вот этого безжалостного характера войны и безумия Кремля, а мы, наверное, будем и можем. И это даже уже сам разговор об этом уже напугал Кремля. А уж реальная готовность Франции тем более их пугает. И когда вы говорите, там будут ли другие страны, ну, знаете, как в песне в детской, с голубого ручейка начинается река. Вот, а потом она становится так, что ее там не обойти, не объехать. Все начинается с чего-то. И поэтому я так полагаю, что если Франция будет совершать это действие, ее точно совершенно поддержит Великобритания, на мой взгляд, на мой взгляд поддержит Великобритания, я думаю, что ее могут поддержать такие страны, которые, в общем-то, сейчас, может быть, не рассматриваются в Кремле, как основные страны поддержки, ну, такие, например, как Норвегия и Дания. Вот возьмут и поддержат, и что они будут делать в России. То есть я думаю, что если Франция решится на этот шаг политически важный, то поддержку она получит. Вот у меня есть ощущение, что Франция поддержку Европы получит. И тогда, Геннадий, вопрос следующий, он немножко уже другие краски приобретает, потому что Патрушев обвинил НАТО в подготовке диверсии в России. Ну, а что он должен сделать в ответ? Я думаю, что разговор с Шойгу, теперь вот с учетом этих, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, теперь с учетом вот этих признаков, видимо, разговор для Шойгу был не очень ласковым, скажем так, видимо, он ожидал чего-то большего, а больше он это не получил. То есть мы с вами не знаем содержание разговора, но по этим вот признакам, по этой вот агрессии, по этому продолжающему шантажу, по вот этим, значит, косвенным признакам, мы можем судить с вами, что разговор не удался у Шойгу. То есть, видимо, он звонил и сказал, что, ну, типа, ребят, вы уже совсем не садитесь с ума, мы же понимаем, вы все-таки НАТО, мы все-таки ядерные державы. А тот сказал, нет, наверное, мы будем как-то думать, потому что то, что вы там творите, мы сейчас принять не можем. Какой-то разговор, что-то подобное состоялось. Тут можно это предположить, я думаю, что с большой долей вероятности. Вот. Так что, думаю, что вот, поэтому и истерика такая начинается, а мы вот вам то, а вы это, а мы вам забвиним в подготовке терактов и прочее, прочее, прочее. И, знаете, я также хотел бы вспомнить о том, что Российская Федерация вот сейчас хочет исключить Талибан из списка террористов. В Казани должна пройти встреча, и вот террористы, которые с 2003 года считаются в России террористами, но все же они будут, тут они приезжали, их встречали, и вот сейчас хотят исключить. Для чего это делается, и не кидает ли Путин и Кремль Россию еще больше терроризм и хаос, после того, как они признают Талибан не террористами? Ну, конечно, конечно, то есть страна скатывается сама в террористическое болото. Она и раньше была, в общем-то, вела и ведет войну, а сейчас она вообще еще открыто демонстрирует готовность к сотрудничеству со всеми самыми отвратными террористическими режимами. Просто вот в полный рост, как говорится. В полный рост, потому что, смотрите, Хамас проезжает, Хезбалла проезжает, Иран проезжает, там проводят переговоры, а теперь еще и Талибан. То есть они сейчас вообще хотят всю мировую вот эту свору террористическую подмять под себя, установить с ними отношения, потому что сами таковы. Знаете, к себе подобные. Подобные притягиваются. Вот поэтому это просто усилит вот эти ощущения разгула терроризма в России. И думаю, что это все будет приобретать какой-то характер такого шоу, вот когда Россия становится центром с изоточением сотрудничества с террористическими структурами. То есть вы понимаете, что происходит? Ведь я все время говорю, что террористические вот эти организации, они не субъектны. Они не являются самостоятельными политическими игроками. Это квазиструктура, то есть фальшивая структура, созданная государственными диктатурами, созданная там реакционными арабскими режимами, созданная Ираном, созданная, так сказать, там какими-то другими вот этими государствами-изгоями. И таким образом Путин осуществляет сотрудничество через эти структуры с этими государствами-изгоями. Это второй план, такой теневой план или полутеневой сотрудничества. Это вот сближение диктатур во всем мире происходит через этот процесс. И мы с вами процесс видим. И то, что Талибан, которые только что не успели, как говорится, остыть еще чернила на указе, что женщин будут убивать камнями из-за всего, что ни попадя, не успели еще огласить эту новую доктрину в шариаты, как тут же Путин ставит вопрос о снятии из Талибана статуса террористической организации. Это, я же говорю, что там шабаш ведьм пошел в Россию. Это совершенно точно. Геннадий, интересно. Вот информация появилась. Насколько вы считаете, это действительно может быть? Потому что один из ресурсов провел расследование и разузнала, что бывшая жена Путина, Людмила, озолотилась на войне в Украине. Она якобы имеет микрофинансовую организацию в кармане, которая чуть не по 300% давала кредиты россиянам. А мы знаем, что очень много сейчас кредитов набрали россияне. И там миллиарды долларов. И могут ли к этому быть причастен Путин? Как вы считаете? Дело в том, что, может быть, он напрямую не причастен и дал кусок. И велел никому не трогать и помогать ей всячески содействовать. Типа, это моя жена, я от вас прошу только одно. Дайте ей возможность беспечной жить. И эта команда выполняется. А то, что они делают деньги на крови людей, на смерти людей, то, что они абсолютно не гнушаются этим, это совершенно очевидный факт. Так что, это меня как раз не удивляет. Полная беспринципность, абсолютная, так сказать, беспардонность, отсутствие совести, морали, нравственности. Это все типично для Путина и его окружения. Геннадий, если говорить о тех ресурсах, которыми живется Россия, внутренне и внешне. Внешне я говорю, конечно же, Индия, Китай и другие страны. Вот появилась информация, что Индия помогла снизить цены на российскую нефть. Они там частично отказываются ее покупать. А вот Китай, это уже представитель автоваза российской, говорит, что Китай не хочет инвестировать в Россию, не хочет строить заводы. ему легче продавать свои автомобили. Вам не кажется, что экономика России после таких ответов, таких шагов просто становится на 100% зависима и никакой независимости нет? Ну, Китай просто показывает, что он не собирается идти навстречу России, что он отставит исключительно свои интересы и коммерческие в первую очередь интересы. Да, он Россию поддерживает с точки зрения самого политического строя, потому что строя в самом Китае похож. В общем, природа у них одна с российским режимом. Он, может быть, пока не такой агрессивный, не такой жестокий, не такой кровавый, но, в общем-то, мы еще говорим, тут слово пока оно ключевое, мы не знаем, что будет дальше. Вот поэтому, но, тем не менее, Китай четко демонстрирует, что сотрудничество с Россией носит исключительно характер близости политических докторей, не более того. А, как говорится, хлеб у нас разный. В Китае свой хлеб, они создали мировую фабрику по производству всего, чего не попадя, а Россия, ну, должна за это расплачиваться. Раз она отказалась от сотрудничества со всем цивилизованным миром, значит, она должна идти на поклон Китаю и выполнять условия Китая. Китаю невыгодно строить в России какие-то фабрики, ему выгодно продавать и реализовывать свои товары в России. Собственно говоря, сейчас это Китай и показывает. Поэтому это абсолютно прагматическое действие Китая. Это не политическое, это абсолютно экономическое прагматическое действие. И говорят о том, что Китай в этом смысле не собирается входить в положение Путина, Кремля и что-то там делать. Это ваши собственные проблемы. Мы нам выгоднее вот так. Ну, достаточно прагматичный, достаточно циничный. И в целом понятно, что именно такая политика, как говорится, моя рубашка ближе к телу, я буду оставить свой интерес, проводит Китай в отношении России сейчас. То есть расчеты Путина на какую-то глубокую такую объемлющую широкую дружбу с Китаем, они вряд ли оправдаются. Китай будет прагматично решать свои собственные задачи. Геннадий, а как можно оценивать слова Лукашенко, диктатора Беларуси, о том, что там Беларусь готова к войне, она же готова воевать. У меня вопрос, это совместные действия с Кремлем или это Лукашенко также показывает Кремлю и Путину, что вот не списывайте меня, держите для меня деньги, потому что вот я готов. Потому что мы с вами не раз уже говорили раньше о том, что Путин склоняет Лукашенко к войне, но никак не получается. Он как между капель проходит. Ну, я думаю, что Лукашенко сейчас по большому счету работает одним из пропагандистов Путина. Конечно, он никакой там не президент, никакой суверенный руководитель, никакого суверенитета в Беларуси нет. Страна сдана Путину в аренду под довоенной целью. Я тысячи раз об этом говорил. Но Лукашенко пытается создать видимость перед собственным окружением, что он еще что-то решает. Конечно, он ни черта не решает, он полностью на подкормке у Путина, но создать видимость, сидеть с наполеоновским видом, поглаживать собаку, когда генерал стоит перед ним на вытяжку и объясняет, как они там могут сувалковский коридор быстро захватить 42 километра всего, отвечает ему генерал. Но это все вызывает усмешку. То есть, как говорится, знаете, есть анекдот, когда там дети приходят, родственники маленькому ребенку, гости на семье, и один говорит, там инженером будет, космонавтом будет, военным будет, там опытным посмотрел, может, да, видим, президентом будет. Ты говоришь, почему-то, а посмотрите, он обложился по самые уши, а голову как гордо держит. Вот это что-то примерно про Лукашенко. По самые уши обложился, а голову пытается держать гордо, сделать вид, что он там суверенный руководитель суверенного государства. Ну, и плюс к этому, как бы, так сказать, подыграть путинской пропаганде о военном безумии России и Беларуси. Геннадий, и вот, что интересно, также губернатор Татарстана, мы помним, да, что там прилетали беспилотники, не было ПВО, и что он официально сказал, что сейчас ПВО нужно в другом месте, поэтому не нужно ожидать, что оно будет защищать небо над Татарстаном. Вам не кажется, что... Вы знаете, что, почему он так сказал? Дело в том, что сейчас заставляет компаний, подчеркиваю, заставляет компаний, гражданские компании, покупать противовоздушные системы против дронов и так далее, покупать оружие. Я не шутил. То есть, это такое ноу-хау, которое никогда прежде не встречалось. То есть, грубо говоря, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Вот этот, вот эта шутка Эльфа Петрова известная, да, она стала реальной практикой России. То есть, если ты хочешь, чтобы дроны там не атаковали, беспилотники, покупай оборудование, вот оно столько стоит, тратить деньги, организовывая противовоздушную оборону своего предприятия. Я не шучу. Я не шучу. И компании заставляют покупать, допустим, оборудование ради электронной борьбы и там еще что-то, чуть ли там не системы ракетные и скорострельных, допустим, там, в афициальных пушах, в смысле, противовоздушных, вот, системы противовоздушной обороны. То есть, это вообще такого никогда не было. Это ноу-хау России. То есть, ребята, спасайтесь, как можете. У нас денег нет, давайте сами за свои ресурсы покупайте системы ПВО. Поэтому, вот такая вот сейчас ситуация в России. Да, я, Геннадий, вспомнил слова Дмитрия Менведева, вы держитесь, там просто денег нет, всего хорошего. Да, 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 что-то наподобие, да. Геннадий, спасибо. Ну, в Синейку Петров сказали точнее, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вот это вот прямо сейчас лучшая характеристика того, что происходит с этим объектом, который заставляет покупать системы. Геннадий, спасибо за этот разговор, спасибо, что начали время проговорить эти вот важные вопросы, которые сейчас актуальны, освещать их, чтобы люди понимали, что на самом деле происходит. Спасибо вам. Спасибо. Нагадаю, нашим личам з нами был Геннадий Геотков, опозиционный политик. Вы, обоихово, коментуйте, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь нашою разговариваю. Меня зовут Игорь Гаврошчак. Мы с вами побачимось в эфире 24-го канала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.